Слава Господу И читал пророка Исаии, и там Слово Божие, деяния апостолов, и он говорит, и не разумел, но Бог послал Филиппа, который предстал и говорит, разумеешь, что читаешь? Он говорит, нет, кто мне объяснит? И он ему объяснил. И он также говорит, что мне препятствует верою, что мне препятствует креститься? И он его крестил, и написано, Дух Святой сошел на него, а Филиппа взял ангела и переместил в другое место. Друзья, сегодня Бог нам дал это очень благоприятное время, этот день спасения, которым мы должны дорожить именно каждый день и в этом пребывать. Знаете, мы будем просить благословения, чтобы Господь благословил это служение. Не просто, друзья, и чтобы которые слова будут говориться с этого места, они, знаете, хочу сказать, обильно падали на почву нашего сердца. И чтобы они оставались там и давали плод. Знаете, не просто как бы это слова, но слова эти слова жизни. Я хотел прочитать, друзья, 61-го псалма, такие слова перед нашей молитвой. 6-го стиха. «Крепость силы моей, упование мое в Боге». Народ, надейтесь на него во всякое время, изливайте пред ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Друзья, Бог нам прибежище. Бог наша надежда и Бог наше упование. Друзья, знаете, Бог нам дал это благоприятное время, это которое мы сегодня имеем. Кажется, может быть, мы не раз слыхали эти слова, не раз как бы получали эти слова в свое сердце, принимали. Но, друзья, именно Бог дал это время благоприятное, день спасения для каждого нас. Еще присоединились 14 человек. Знаете, Бог сеет, Бог посылает это, Бог дает. Вот это символ, хочу сказать, воды, которая, знаете, Слово Божие говорит такие слова. Я зачитаю это в 1-м послании Иоанна, в 5-й главе и 6-м стихом. «Это есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом. Не водою только, но водою и кровью. Дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И эти три суть единая. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И это три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Слава Господу, братья и сестры, именно Бог – наша надежда. Бог дал свое свидетельство. Знаете, мы, молодые люди, они дали обещание служить доброй совестью Господу. Знаете, они получили, они ушли, как бы произошло это умирание в водяной могиле. Друзья, они восстали, они дали. Это прообразно, знаете, кажется, человек не понимает до конца, что он этого даже делает. Друзья, но это Бог именно положил, это в Сыне Своем Господе нашем Иисусе Христе, вот это исполнение Его заповедей. Друзья, и сейчас мы поднимемся на наши ноги и также будем просить благословения, чтобы Господь благословил весь ход служения. И всех, кто будет говорить слово, Бог благословил, и кто будет преподавать, чтобы Бог благословил, чтобы все было во славу Божию. Ему за все слава. Аминь. Молимся. Сестры, садитесь, пожалуйста. Я думаю, что мы знаем, что у нас сегодня определенные служения. Мы еще будем иметь третье общение сегодня. Это уже второе место, где мы собрались. И я бы хотел сразу пригласить сюда, вперед, тех, которые сегодня вступили в завет с Богом. Давайте мы так сделаем. Здесь хлопцы станут, братья, а там девчата станут, чтобы по центру, где микрофоны, осталось свободное место. Пожалуйста, выходите наперед. Проходите. А когда мы их представим, вы выйдете и споете псалом. Девчата, проходите вот туда, с той стороны, так, до микрофона. Дорогая церковь, слава Богу. Сегодня очень радостный и торжественный день. Я наблюдал, как родители, они со слезами радости дарили цветы своим детям. Вы знаете, очень прекрасное время, когда молодые люди сами принимают решение сознательно, через веру, посвятить свою жизнь Господу. И как сегодня уже было сказано там, на речке, что нет силы, нет власти никакой, кто на этой земле мог бы расторгнуть этот союз. Мог бы оторвать вот эту часть, которую Бог дал лично каждому. Нету ни скорбь, ни теснота. Вы знаете, есть такой закон, где Бог говорит, что жена и муж – это одна плоть. Но по знании Бога написано, одно уверует, возьмется, а другой останется. Поэтому независимо от любых законов государственных, любых порядков на этой планете, Бог независимо от этого, Он дал право каждому человеку принять верою в сердце Иисуса Христа и служить Ему и обрести жизнь вечную. Слава Богу! Ни один пастор, ни один лидер не может этого запретить. Это есть власть Небесного Отца, который совершил, дал возможность человеку прийти к Господу и обрети спасение. Слава Богу! И я бы хотел, чтобы эти молодые люди, они остались верными в своих решениях, посвятив сегодня себя на служении Господу. Сейчас мы позволим молодежи поздравить их, спеть псалом. Они пускай стоят здесь, а потом пройдут братья-диаконы. Они подарят им Библии после псалма. И мы их представим и приступим к служению. Пусть Бог благословит. Слава Богу! Пусть Бог благословит. 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 можно сказать новые души друзья дорогие церковь это не есть структура с законами церковь они все дружно отвечали это есть тело нашего господа иисуса христа и сегодня наши дорогие братья и сестры они стали членами тела иисуса христа слава господу пусть бог их благословит я попрошу вас занять свои места да бог благословит и перед нами служение хлебопреломления это я буду зачитывать место писания и мы будем совершать служение сегодня напоминалось на речке что мы должны научить крестить чтобы они исполняли все что иисус христос заповедовал нам и вы знаете есть одно такое место писания евангелие от я на 13 глава где иисус христос совершил служение умовение ног и прежде чем у нас будет хлебопреломления мы будем совершать служение умовение ног я хочу зачитать 13 главу молодежь подготовить группа подготовить псалмы чтобы мы не нарушали дисциплину мы будем выходить туда в горнице где приготовлены умывальнице и мы будем совершать эту служение который нам оставил сам господь и учитель иисус христос и сейчас я зачитаю из 13 главы и мы будем совершать эту служение перед праздником пасхи иисус зная что пришел час его перейти от мира сего к отцу явил делом что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их и во время вечери когда дьявол уже вложил в сердце июде симону искариоту предать его иисус зная что отец все отдал в руки его и что он от бога и шел и к богу отходит стал свечер снял себя верхнюю одежду и взяв полотенце припоясался потом влил воды умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем которым был припоясан подходит к симону петру и тот говорит ему господи тебе ли умывать ноги мои иисус сказал ему в ответ что я делаю теперь ты не знаешь а уразумеешь после педа говорит ему не умоешь ног моих вовек иисус отвечал ему если я не умою тебя не имеешь части со мною симон петр говорит ему господи не только ноги мои но и руки и голову иисус говорит ему а мы тому нужно только ноги умыть потому что чист весь и вы чисты но не все ибо знал он предателя своего потому и сказал не все вы чисты когда же умыл ноги и надел одежду свою то возлегший опять сказал им знаете ли что я сделал вам вы называете меня учителями господом и правильно говорите ибо я точно то и так если я господь и учитель умыл ноги вам то и вы должны умывать ноги друг другу ибо я дал вам пример чтобы и вы делали тоже что я сделал вам истину истину говорю вам вам раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его если это знаете блаженный вы когда исполняете одну деталь только подчеркну и мы будем молиться будем призывать имя господа и совершать эту служение умывение ног знаете я зачитал сегодня в этом тексте где написано что чистому только ноги нужно умыть и вы чисты но не все место писания показывает что если из внутри мы не чисты то мы водой не умоемся но через веру мы чистые и когда у нас есть какие-то пороки мы осуждаем себя внутри через покаяние и таким образом мы очищаем себя от разного порока через жертву иисуса христа и поэтому он сказал что вы все чисты а чистому нужно только ноги умыть и мы дорогие друзья сейчас рассуждая о том что мы делаем осуждая свои кривизны когда мы будем идти уже к хлебопереломлению мы должны в раскаянию приходить пред господом и иметь дерзновение участвовать у теле и в крови нашего господа иисуса христа давайте мы сейчас встанем на наши ноги и вместе совершим молитву благословим друг друга станем в молитве перед гостом торжественное служение и не просто обычных либо преломления но торжественное тем что первый раз с нами будут участвовать еще 14 душ которые заключили завет с господом мы видим какое торжественное сегодня поздравлений дорогие мы дожили до такого времени свободы но я вспоминаю когда мы принимали крещение это был конец ноября был уже мороз холод мы принимали на большой речке волги когда с берегу был лед и и мы отодвигая его приняли знаете но холодная вода она нас не холодила нам знаете казалось тепло потому что любовь божия нас согревала и мы это делали ночью и хлебопреломление было ночью у нас не было таких ну торжественных поздравлений там подарков но дорогие мы были очень счастливы и радостны что мы вошли в семью господню что мы приобщились к его телу дорогие друзья слава господу и поэтому сегодня мы совершаем тоже это торжественное служение дорогие друзья это не обряд это не традиция это необходимость жизни христианина поэтому мы это делаем здесь ничего нет нового для ума такого что-то нового познавательного это необходимость чтобы жить знаете человек вкушает пищу пьет воду отдыхает не потому что что он что-то хочет новое что-то познать нет чтобы жить чтобы поддержать силы себе чтобы жить работать и приносить добрые плоды поэтому это служение хлебопреломления для мы принимаем для того чтобы жить нашему внутреннему человеку я хочу прочитать дорогие друзья при тем как мы будем непосредственно приступать самому хлебопреломлению брат нам прочитал что мы омыты омыты кровью христа и нужно только ноги омыть и мы и ноги омыли будем верить что мы чистые но чтобы еще очищаться и освещаться нам нужно быть в теле иисуса христа я хочу прочитать это место первое место это будет евреям двенадцатой главе поэтому мы имея вокруг себя такое облако свидетелей свергнем себя всякое время и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще взирая на начальника и совершители веры иисуса который вместо предлежащей ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и воссел одесную престола божия и вот теперь обращение к нам третий стих помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами душами вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими поэтому принимая участие в этом служении мы размышляем о том который претерпел над собой такое поругание от грешников он оказался оказался под проклятием он оказался под позором дорогие и он оказался под мухами человеческими почему он под позором под проклятием потому что проклят всяк висящий на древе это было позор на кресте распинали самых как говорится отъявленных преступников разбойников тех которые шли против власти римской их наказывали распиная на кресте и он нес эти великие страдания дорогие друзья он целый день висел в пятницу висел на кресте его тело висело на гвоздях дорогие друзья его венец его его чело знаете язвил венец из тернии он впивался и кровь выступала из его чела как мы поем кровь лилась я с чела а они все сильнее хохотали они надругались дорогие друзья вот мы сегодня пришли помыслить и не только помыслить и сказать о господи как тебе тяжело было да это очень тяжело братья и сестры мы просто не представим даже страдания простого человека такие нас вызывает чувство знаете боли внутренние как человек но это мучился непорочный сын божий творец дорогие друзья принимая от творения такое унижение поэтому друзья помыслим претерпевшим на собой такое поругание Иисуса Христа помыслим и не только помыслим не только посострадаем но будем иметь участие в этом потому что простое сострадание не дает нам жизни дорогие друзья но когда мы участвуем в этом дорогие друзья тогда мы получаем силу и жизнь я хочу об этом напомнить вы конечно не раз слышали мы каждый раз напоминаем я хочу напомнить это место будет Иоанна 6 глава такие слова истинно истинно говорю вам верующий меня иметь жизнь вечную я хлеб жизни хлеб жизни дорогие друзья что такое это основной продукт жизни раньше не говорили пойдемте обедать пойдемте вкушать пойдемте есть хлеб иди ешь хлеб то есть получай пищу жизни и он говорит я и съем хлеб жизни хлеб же сходящий с небес таков что ядущий его не умрет я хлеб живой сшедший с небес ядущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя который я отдам за жизнь мира дорогие друзья вот что значит хлеб это не хлеб физический зерновой это хлеб плоть его ну некоторые как же вы плоти едите плоти это не физически дорогие друзья это больше чем физически это духовно соединиться с нашим господом вкушая символически мы будем вкушать хлеб настоящий но под этим дорогие друзья что лежит вкушение хлеба тела Иисуса Христа поэтому очень важно тут некоторые знаете иногда манипулируют чтобы как-то обвинить да вот нет дорогие друзья мы должны разуметь духовное с духовным плотское с плотским и когда мы вкушаем после молитвы этот хлеб это уже непростой хлеб мы вкушаем духовно тело нашего Господа Иисуса Христа поэтому едущий хлеб сей имеет жизнь и он он не умрет я прочитал хлеб же сходящий с ним таков что едущий его не умрет и это есть плоть тогда иудеи стали спорить между собой как он может дать нам есть плоть свою кстати сегодня тоже некоторые знаете тоже подобное мыслят и говорят но они люди далеко не духовные и не знающие что это такое Иисус сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни ядущий мою плоти пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день ибо плоть моя истина есть пища и кровь моя истина есть питье ядущий ядущий мою плоти пьющий мою кровь и я в нем одно целое дорогие друзья поэтому очень важно почему дорогие друзья когда я вступил на служение господь мне вот именно вложил разъяснить разъяснять сущность преломления не обряд как я сказал дорогие друзья и не традиция это нужда духовного человека и тот человек который легкомысленно к этому относится когда у него есть возможность принять участие в этом а он не принимает он дорогие друзья делает себе ущерб он игнорирует все это но дорогие друзья я не говорю о тем которые хотели бы участвовать но у них нет возможности или физически болеют или где-то на работе это дело другое но когда человек может а он говорит да я не готов да я не готов да я не готова это дорогие друзья беспечность но нужно знать если мы можем готовиться а что готовиться осознать и сказать господь мой прости меня очись кровью омой и дай мне участвовать в теле и крови твоей поэтому друзья все которые пришли сюда и расположили участвовать сегодня отгоним всякие мысли может быть враг скажет а как же ты пришел да там у тебя там там проблема скажи я верю в кровь Иисуса Христа она мыла меня отойди сатана я буду участвовать я буду иметь жизнь я уйду отсюда подкрепленный получивший новый стимул жизни через это служение поэтому пусть Господь благословит дорогие друзья мы сейчас дорогие друзья помолимся и будем непосредственно совершать все служение давайте встанем поблагодарим Господа субтитры субтитры